сегодня на обед я приготовлю котлетки ласточкиное гнездо рецепт выискала в интернете первый раз буду готовить хочу попробовать для этого я приготовила 800 грамм фарша с луком тут 700 грамм мяса и 100 грамм лука и вечером будем лепить пельмени и замораживать для пельменей я готовлю тоже фарш здесь у меня свинина и достаточно много лука пока мы будем формировать котлетки я решила закинуть в духовку картошечку здесь просто картошка посолена и посыпана итальянскими травами для пиццы я давно так делаю очень вкусно и растительное масло все это хорошенько перемешиваем и ставим а пока займемся формированием котлеток которые называются ласточки на гнездо сюда идет обычный фарш для котлет я взяла мясо свинину лук перец и кусочек белой булки размоченный в молоке кладем на смазанный маслом противень я хорошенько смазала теперь берем тоненько нарезанную лук пойдем на нашу котлетку потом перчик опять же колечком нарезаем немного придавливаем немножко поливаем соусом здесь майонез с кетчупом смешанным с домашним кетчупом можно любой соус там помадлен можно вообще один майонез потом вольем сверху помидорчик и кусочек сыра ну и продолжаем портфель портфель много воды много воды Так. Начинаем. Натчик. Прям так сдавливаем обоих. Памирочек, сырочек, ну и так до конца. И там что делается у нас? Оттоска. 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 Еще у нас есть салонные грибы. И квашеная капуста получит зашикарный объект. Еще один момент. Забыла сказать, что в фарш я положила два яйца. Потом процесс я оптимизировала, пошло это быстрее. Сначала котлетки, потом лучок, потом, ну короче говоря, можно это все оптимизировать и будет гораздо быстрее. Все. Все. Прошло 30 минут, кажется наши котлетки готовы. Вкусно. 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 Красавица. Вкусно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...